Двойной праздник 22 декабря отметят сотрудники Мытищинской теплосети. День энергетика и юбилей родного предприятия. Главные торжества прошли накануне во Дворце культуры Яуза. Полевая кухня была развернута на площади. Всех угощали горячим чаем и кашей. После вкусного обеда на свежем воздухе гостей ждали тематические площадки. Первыми встречали энергетиков Дед Мороз и Снегурочка. Новогодние волшебники не только могли исполнить заветные желания без писем и ритуалов, но и подсказать гостям дальнейшие действия. Конечно, это официальное мероприятие, но праздник-то никто не отменял. В холле второго этажа подразделения ресурсоснабжающего предприятия развернули выставку оборудования. В Матищинской теплосети особое внимание уделяют состоянию материально-технической базы. На заметку берутся лучшие мировые разработки. Здесь представлено оборудование, приборы, испытательные лаборатории Матищинской теплосети. Мы измеряем физические факторы, атмосферный воздух, экология, шумы замеряем, то есть различные освещенности и непосредственно лабораторное оборудование, это PH метр, измерение воды. К слову, испытательная лаборатория Матищинской теплосети недавно была удостоена высокой награды федерального уровня, а именно вошла в число лауреатов Всероссийского конкурса программы «100 лучших товаров России». Контроль работы всех котельных и тепловых сетей, постоянная проверка безопасности производства тепловой энергии и процесса ремонтных работ – важнейшие задачи для руководства предприятия. Среди основных направлений деятельности и улучшения экологической ситуации в городском округе Матищинской тепловой энергии. Мне очень приятно, что руководство теплосети работает в этом направлении и каждый раз какие-то у них есть новшества, качество их воды, качество работ. И я знаю, что в прошлом году они были победителями экологической ярмарки проектов, заняли первое место в области со своим проектом по котельной, работающей на древесных отходах. У них есть образец на мебельной фабрике. Не меньше внимания уделяют на предприятии и привлечению в свои ряды молодых специалистов. Вот и сегодня среди участников мероприятия мы встретили тех, кто впервые отмечает свой профессиональный праздник. Для меня это, получается, первый раз в жизни. То есть сейчас отметим, посмотрим, что это такое. Соответственно, так же. Я работаю, в принципе, ближе к году. Мне все устраивает. На самом деле стабильность, потому что сейчас это важнейший фактор для любого человека, который работает. И в этом плане организация, она достаточно стабильная. То есть никогда ничего не случается, все ровно. Поэтому это большой плюс. Что же знают о Матищинской теплосети жители города? Но кроме основных функций, очень часто в связке с этим предприятием говорят о модернизации. Еще бы этот процесс здесь начался давно и, кажется, уже никогда не прекратится. Конечно, 50 лет назад были котельные совершенно другие. Солярка, уголь, грязные подвалы. А сейчас заходишь в индивидуальный тепловой пункт, красота, автоматика кругом. Об этом в своей речи на открытии торжественного мероприятия говорил и Юрий Казанов, председатель совета директоров Матищинской теплосети. Отмечая, что поддерживать заданный уровень, а система работы Матищинского, ресурсоснабжающего предприятия является одной из самых лучших в России, необходимо и далее. В честь 50-летия мы клянемся, мы все сотрудники обещаем, что мы так же, как и ранее, несколько поколений, которые осуществляли этот труд, будем делать работу прилежно, будем делать работу честно, будем делать работу безопасно, качественно. Ну, конечно, вместе с вами, вместе со смежниками, вместе с администрацией, вместе с жителями. От имени руководителя муниципалитета всех собравшихся поздравила Елена Стукалова, заместитель главы администрации городского округа Матищи. Во все времена Матищинская теплосеть занимала и занимает лидирующие позиции не только на уровне Матищинского района, городского округа Матищи, Московской области, но и, как мы слышали и знаем, даже первое место на уровне нашей страны, Российской Федерации. Конечно же, это колоссальный безупречный труд всех сотрудников коллектива Матищинской теплосети. И с огромным удовольствием от имени главы городского округа Матищи Виктора Сергеевича Азарова вручаю коллективу предприятия почетную грамоту в связи с юбилейной датой за огромный труд в деле теплоснабжения всех предприятий, жилого фонда, учреждений и за вклад в социальное развитие, экономическое развитие городского округа Матищи в лице, конечно же, руководителя Юрия Николаевича. В ходе мероприятия отличившиеся сотрудники Матищинской теплосети получили заслуженные награды. Почетные грамоты и благодарственные письма от имени Виктора Азарова, депутатского корпуса, Московской областной думы и регионального министерства энергетики. Анна Мусаликина, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Продолжение следует...